Всем хулиганам здравствуйте, с вами я Домер. На прошлом ролике вы собрали 70 тысяч лайков, поэтому сегодня я, как и обещал, собираюсь прийти в самую настоящую школу и провести урок по Майнкрафту. Каждый ученик установил себе на телефон специальное приложение, через которое они смогут отвечать на вопросы. Никогда не думал, что стану учителем, но мне правда интересно узнать, насколько хорошо школьники знают Майнкрафт. Подождите, кто выбрал вариант медведей? В Майнкрафте вообще нет медведей. Есть! Это была проверка. И смогут ли они пройти тест, который я для них подготовил. Но перед этим набирайте 50 тысяч лайков, сразу же выходит новый ролик. И обязательно напишите в комментариях, на сколько вопросов вам удалось ответить правильно. Это важно. И на сервере 25 марта в 13.00 по московскому времени пройдет вайп, так что заходи, карта будет чистенькая. Айпи на экране в описании. И до 4 миллиона подписчиков тут осталось совсем чуть-чуть. Поэтому подпишись и поставь колокольчик, и на 4 ляма выйдет юбилейный ролик. Ну а я вам желаю приятного аппетита, и мы начинаем. Чтобы вы понимали, я сейчас иду на свой первый урок в жизни, который я буду проводить, и я на него уже опаздываю. Это вообще какой-то капец. Такое тоже бывает. Всем привет, с вами Домер. Вот. Это мой первый урок по Майнкрафту в жизни и в школе. Вопрос такой. Кто из вас хотя бы раз играл в Майнкрафт, поднимите руку. Ну а мы все играли в Майнкрафт. Сколько ты лет в Майнкрафт играл? Два года. Два года, красава. Хорошо. Сейчас я собираюсь проверить, кто из вас всех лучше знает Майнкрафт. Победитель получает, получается, и конфеты, ну и не только конфеты, но и мерч. Ссылка, если что, на мерч будет в описании, так что покупайте. Там новая коллекция вышла. И подпишитесь на канал, значит, релема выйдет юбилейный ролик. И первый вопрос такой. Когда вышел Майнкрафт? Варианты ответов. 10 мая 2009 года, 27 ноября 2011 года, либо же 21 августа 2003 года. Давайте, выбирайте. А уже все, уже все готово. Все готово? Так, кто еще не ответил? А, да, можно нажать, да. Да, садись. Ё-моё. Правильный ответ. 10 мая 2009 года. Поднимите руку, кто выбрал 2003. Никто не обширься на себя. Реально? Реально все знают, что Майнкрафт был 2009 года, садись. Я в шоке. На первом месте у нас Магомед. Кто Магомед? А, Магомед. Хорош Магомед. Второй вопрос. Сколько железа требуется для накопания? Варианты ответов. 26, 29, 31. У вас 10 секунд осталось. Давайте, быстро. Вот на этот раз и точно. 5, 4, 3, 2, 1. Кто ответил 26? Поднимите руку. Нормально, нормально. Ну, слушайте, вы были рядом, потому что правильный ответ 31. Но еще ближе был человек, ученик под номером 29. Ну, нормально, слушай. Хорошо, хорошо. А ну, мне интересно, Магомед до сих пор на первом месте? А ну. О, я прощаю. Ты на первом месте? Да, я прощаю. Следующий, третий вопрос. Какая максимальная высота строительства блоков на старых версиях Майнкрафта? Варианты ответов. 128, 256, либо же 284. Не подсказывать. Тишина в классе. Мы берем 11, 16, 5, 112, 2. Подождите, кто выбрал 128? А, ну ничего страшного. Как тебя зовут? Марат. Ладно. А кто 284 выбрал? Ну, к сожалению, неправильный ответ. Всех остальных я поздравляю. Правильный ответ 256. Но, как вы понимаете, это только начало, потому что дальше вопросы будут сложнее и тяжелее. Четвертый вопрос. И звучит он так. Сколько щупались у моба Гаст? Варианты ответов 7, 6, либо же 9. Не подсказывать друг другу тишину в классе, пожалуйста. Интересно, кто же что выбрал? Два ученика еще не ответили. И мне действительно интересно, кто же не ответил на этот вопрос. Те, кто думали, что вариант 6, вы ответили неправильно. А те, кто выбрал 9, я вас поздравляю. У вас большой потанцевал. И мы идем к следующему вопросу. Ну да, потанцевал, потанцевал. А ты танцевал? Танцевал, ладно, поехали. Так, у нас сейчас получается, Алёбус Парада и Магомед соревнуются за первое место. Те, кто получат и мерч, и еще один приятный подарок. Так, вопрос такой. Как создать фейерверк в Майнкрафте? Вариант ответов? Никак. Динамит плюс бумага. Порох и бумага. Красители бумага плюс порох. Выбирайте. Это, по идее, зеленый тоже не может, неправильно. Нет, зеленый вариант правильный, но прикол получается в том, что для того, чтобы обычный создать, я понимаю, я не уточнил, извиняюсь. Правильный ответ. Порох и бумага. Всех остальных поздравляю. Алёбус. Блэф, если вы реально выиграли, что мне будет, что это подстанало. Ладно, в любом случае, сейчас на первом месте Алёбус. Его догоняет Парада. И следующий вопрос. Здоровье не восстанавливается, если шкала еды у вас меньше 30, 89%, 50 или 79%. Выбирайте. Ну, только не подсказывайте другому. Я слышу, вы шипотите. А ты кому подсказываешь? А? Алёбус. Глобус. Маш, ты не верю. Половина этой нет. Так, слушайте. Получается, на этот вопрос половина из вас ответила 30%. Кто это ответил? Поднимите. Ну, слушайте, вы были близки? Я, если честно, сам думал, что 30%. Но, правильный ответ, 89% больше 89% нужно иметь, чтобы восстанавливалось здоровье. Поехали. Сейчас Магомед, Магомед. Ох, Магомед. Я надеюсь, ты победишь вот этого Алёбуса. Надо Алёбуса обгонять. Магомед, ты готов обогнать Алёбус? Здоровье. Седьмой вопрос такой. Кого боятся криперы? Медведей, людей, ассоотов, лошадей. А я слышу, кто-то там что-то подсказывает. Выбирайте, выбирайте, выбираем. Ну, всё, выбрали. У меня есть. Так, ну что, правильный ответ ассоотов? Подождите, кто выбрал вариант медведей? В Майнкрафте вообще нет медведей. Есть. Есть. Это была проверка. Так, поехали дальше. Как переводится Майнкрафт? Плоский мир, шахта Крафт, шахтерское ремесло. А это самый простой вопрос, для того, чтобы вы могли на него ответить. Плоский мир. А что ты подсказываешь? Тут ещё не все ответили. Ну, слушайте. Стоп! А, а кто? Подождите. Вы, вы все тут учите английский язык. Ну? Кто выбрал шахта Крафт? Кто выбрал шахта Крафт, друзья? Поздравляю всех, кто выбрал шахтерское ремесло. Девятый вопрос. Вот сейчас вопросы пойдут уже посложнее. Кто создатель игры Майнкрафт? Билл Гейтс, Пухляш, Маркус Персон. То есть все считают, что это Пухляш. И поэтому никто не выбрал Пухляша, и все выбрали Маркуса Персона. Вы были правы, но часть людей выбрали Билл Гейтс. Кто выбрал Билл Гейтс? Ну ладно. Леночки, прощаю. Поехали дальше. Десятый вопрос. Какая последняя версия игры Майнкрафт? 1.18.8 1.19.3 1.19.2 1.20 Последний кто ответил? Ну что, друзья? Почти все выбрали правильно. На первом месте Тофан Алёбуса обогнали. Да не может быть такого. Ну Алёбус. Двенадцатый вопрос у нас на подходе. Сколько булыжника можно переплавить на одном ведре лавы? 100 32 64 92 Максимальное число, сколько можно переплавить? 6 секунд. 5 4 3 2 Обалдеть. У нас Прада ответил. Я обогнал Абобуса. Я Алёбус вообще. Алёбус, извини. Но в любом случае, считай, 70% учеников ответили неправильно на этот вопрос. А вы, подписчики, пишите, правильно ли вы ответили на вопрос, либо же нет. А мы идем дальше. Можно выйти? Конечно, дорогой выходы. Тринадцатый вопрос. Сколько блоков равна высота Эндермена? 3 5 4 2 Ну я думаю, если вы представляете себе Эндермена, вы можете спокойно ответить на этот вопрос. Но слушайте, я вижу, что три человека из вас думают. Кто-то выбрал пять блоков? Пять блоков? Кто видел Эндермена в пять блоков? Пять. Ну, поздравляем, поздравляем. Четвертый вопрос. Какие криперы на ощупь, по словам, ночи? Мягкие, как пуховая подушка, слизкие, хрусткие, как сухие листья? Кто-то такие вопросы. Да, в смысле, это вопросы по Майнкрафту. Большинство считает их легким. Кто выбрал слизкие? А, то есть выбрали... А, я думаю, это ты. Бешкэтник. Но, ладно, в любом случае, как бы и так понятно, что они не слизкие. Правильный ответ другой. Пятнадцатый вопрос. В какой версии появились зелья? 1, 2, 5, бета 1, 9, 0, 0, 12, 3. На самом деле, это вопрос тяжелый, даже я на него не мог ответить. Но, сейчас узнаем, что на это скажете вы. 3, 2, 1. И правильный ответ. Бета 1, 9, 0. Скажите, а кто выбрал 0, 2, 1, 2, 5? Я 7 человек. Молодцы. Вы были, как бы, близки, но, увы, нет. На первом месте у нас Данил. А где там? Алёбус. Алёбус, Беб, что это такое? Сколько всего существует разновидностей биомов ада? 3, 4, 1, 2. Интересно, что же вы на это скажете? На самом деле, а кто там 4 говорит? Если правильно ответ 3. Уже 3, ты уже... Что? Правильный ответ 1. Разновидности ада. Ад, он один, это мир. Вот это нас поймали. Абсолютно все выбрали. 4 разновидности ада. 3 разновидности ада, не биомов. Ну, ты пытался, брат. Да они всё равно на первом месте. Хорошо, хорошо, погнали. Осталось всего 5 вопросов. 17 вопрос. Особый бог ада это дёрн, кварц, светящийся камень, земля. Ну, тут, мне кажется, всего 2 варианта, которые могут быть похожи. Нет, почему? В нос. Подожди, а кто выбрал дёрн? А кварц, типа, где можно найти, кроме... Внизу. Кроме ада. Внизу. В аду. В аду. Ну, но светящийся, особенный, светящийся, да. Типа свет такая. Вот так вот. Сейчас у нас получается Мишеля, Тафан, Парада борется за первое место. За первое место и Алюбус как бы тоже пытается, пытается. Ну, ладно, ладно, погнали. 18 вопрос у нас такой. Какие блоки были в самой первой версии Майнкрафта? Земля и булыжник, булыжник, дёрн и булыжник. Ну, это простой вопрос, простой вопрос. Ну, давайте, давайте. А я слышу, я все слышу, как вы это. В любом случае, хоть вы и шептались, правильный ответ, земля и булыжник. Правда, дёрн и булыжник это одно и то же, но там не было тогда дёрна. Была просто земля. Следующий вопрос, 19-й. Осталось всего, получается, два вопроса. Сколько длятся игровые сутки в реальном времени? 15 минут, 30 минут, 60, либо же 20? А кто-то только 4 часа челленджа снимает. Вот, нет, нет. Давай, выбирай. Ну, слушайте, почти все ответили, почти все ответили. Те, кто выбрали вариант 20 минут, я поздравляю. У вас реально большой потанцевал. А те, кто выбрали 15 минут, ну, вы были близки. Ты что-то мне подсказывает, что у тебя тоже красит? Нет. Нормально, нормально, ладно. Едем дальше. Михаэла и Тарфан делят сейчас первое место. И у Торфина Тарфан, Тарфан. Есть шансы? Погнали, погнали. 20-й вопрос, 20-й вопрос у нас такой, друзья. Какая броня самая прочная? Кожаная, алмазная, золотая, мазеритовая? Кто-то из вас может на него не ответить. Ну, слушайте, кто-то... Кто? Вопрос. Кто выбрал кожаную? Ты? Да. А кто еще кожаную? Подождите, а кто еще кожаную выбрал? Ну, ладно. Кто выбрал кожаную? Там где кожаную? Друзья, последний вопрос. Он достаточно сложный, так как это последний вопрос. Сколько времени понадобится для того, чтобы разбить бок обсидиана рукой? Варианты ответа. 4 минуты 10 секунд, 2 минуты 45 секунд, 6 минут 25 секунд. Сейчас решится, кто из вас заберет мерч. Да ну! Никто не выбрал! 4 минуты 10 секунд. Я вспомнил после ответа. Всем! Я тоже после ответа. Как вы выбрали? 6 минут 25 секунд и 2 минуты 45 секунд. Я не думал, что так долго я его ломал. И получается, получается, сейчас мы решим, кто выиграл, получается, главный приз. Третье место занимает у нас... Алёвус! Алёвус, Бэф! Марат, Марат, выходи. Марат, выходи. Получается, Марат ответил больше всех правильно на вопросы про Майнкрафт. Пишите в комментариях, на сколько вопросов ответили вы. Марат, получается, сейчас получает подарок и мерч. Вот как и все, кто участвовал. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, на 4 ляма выйдет юбилейный ролик. И пишите в комментариях, хотите ли вы еще ролики про школу. 100 тысяч набирайте, выйдет новый ролик, пират. На. Спасибо. Ну, короче, он стесняется. Все, всем пока! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки!